всем прямо доброго времени суток это канал лэйзи дмитрия ледевый ледевый я мы с вами продолжаем играть в Death Stranding Directors Cut напоминаю что ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки-дизайки подписки без подписок комментарии а с меня как обычно контент извиняюсь за свое сопрение так ну я сижу в убежище как видите играет приятная музыка нам надо прочитать письма эво биолог породители смола новую жизнь позволь мне еще раз поблагодарить тебя за помощь сэм продолжив анализ смолы с некоторым изумлением обнаружила что в ее состав входит соединение удивительно похожие на д-аминокислоты то есть на то есть на правые изомеры аминокислот которые в отличие от левых крайне редко встречаются в земных организмах однако образец смолы содержит именно их гипотеза о том что смола служит сведущим звеном между прошлым настоящим оказалось неполной оказывается она еще способна дать начало новой жизни на основе д-аминокислот так возможно будет более приспособлен к жизни после выхода будет ли развитие означать конец эпохи и аминокислот то есть нас пока что я могу сказать только то что это как и множество других пока необъясненных феноменов напрямую связано с выходом так что в итоге ждет дополнительные жители по-прежнему ситуации тайны так и духовные искатели неожиданно хиральная сеть объединяет людей прошлое и настоящее как там сам надеюсь жив здоров и весел надо сказать хиральная сеть меня впечатлила с тех пор как ты подключил мое убежище жить стало намного проще интересней теперь я могу заказывать разные штуки которых раньше даже не видела а еще тут рядом появилась появилось довольно много новых построек а еще мне удалось отыскать кое-какие старые статьи проливающие свет на хорошо знакомые тебе феномены уверен ты отлично помнишь все свои многочисленные путешествия пошел но оказалось что личность которую ты идентифицируешь там как себя может на самом деле оказаться не тобой и кем-то совсем иным если берег у каждого свой личный уникальный то сошвом все иначе мне встретились мне встретились отчеты об околосмертных переживаниях в которых упоминался шов если люди встречали там вышеупомянутого иного позднее он каким-то образом помогал им в реальном мире а иногда даже дарил вполне материальные вещи примечательный факт согласись он заставляет предположить что хиральная сеть связывает оба мира намного больше чем мы осознаем но я по не мог понять что это за иной он находится внутри шва значит возможно это кто-то из мертвых из прошлого следовательно прошлое по сути вмешивается настоящее чтобы спасти ему жизнь приятно думать что с той стороны могут приходить с той стороны могут приходить не только твари но и прочие ужасы а может быть хиральная сеть поможет нам связаться с более дружелюбными существами силами из прошлого можно просьбу сэм когда-то следующий раз попадешь в шов пожалуйста присмотреть повнимательнее к этому иному хорошо окей я продавшую давно уж не попадал к этому иному а выглядит так а вот это как какой-то заказ присмотреть повнимательнее к этому иному не очень понятно ну ладно так что у нас здесь в туалет я им сходил пивка бахнул это все попил хоть мы все сделали так взглядел да он у нас ракетница появился стечу смотрите все полный комплект вот какая монстряка и пи нормально да а так вот я поедем испытывать я короче говоря как вы помните истребил тот лагерь с мулами полностью всех их перевез смолой теперь он пустой скорее всего вот и сейчас мы поедем брагозить его биолог на пяти звездах кстати слушайте с этим его биологом вообще красота 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 это все лайки получим сейчас добро пожаловать давай давай быстрее кто-то заказал кто-то на груз доставил куда-то все ты все сказал но еще 8000 лайков у лям круто так смотрите значит его биолог вообще красота красотиничная я горю к ней задание выполнять это одно удовольствие блин у а здесь он всякого разного база онлайн существует у меня теперь кстати теперь вот на этой палеонтолог хочу там делать робот напарник интересно я теперь на этой базе мой грузовичок находится я думал насчет рейтингового вполне одну заказа рейтинговый понял что не хочу ну правда не хочу с трициклом там удохаться никакого желания нет в общем к поле к его биологу оказалось ведет заказ например есть от по моему этого от геолога там на 200 килограмм что ли что такое то ли на 300 ну очень какой-то гигантский заказ который мгновенно ее поднял до пяти звезд это было на фоне вот этот его биолог да на фоне что палеонтолога что геолога что тем более этого старого курьера это просто счастье блин я ее выполнил буквально там за какие-то кратчайшие сроки но вау и она мне дала что самое немаловажное она мне дала жуткую штуку чем ее поем испытывать на несчастных мулах да подожди ты со своим стрельбищем так у нас сейчас так стоп дождите дайте сообразим что у нас нас гранатомет травмат травмат травматическая штурмовая обычная штурмой пистолет против тварей это все круто но так но каждую пятницу я в говно так и ну а давайте сходим на стрельбище а то ведь не отвержится заодно посмотрим что там скорее всего что-то связано с этим за гранатометом и с этим с ракетницей с торпедницей как правильно ее обозвать короче сейчас мы поедем и изничтожать еще один лагерь мулов благо и спецплава есть где взять так что фигня это все да 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 это все мы уже видели и так тренировки ну да ракетомет 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 симулятор боя уничтожить всех мулов уничтожить всех мулов всех террористов все твари фига себе а чё там чё он там про рейтинг написал доступны уничтожить всех твари метать наружу балазган уничтожить всех мулов всех тожди рейтинговые кило давайте чё бы нет давайте выполним ну подождите но мы же это делали а на кой тогда это выполнять знаете я это сделаю без вас но тоже твари мы точно уничтожали и по-моему балазган с мулами тоже был поэтому его лес имеет потом сделаю кто у меня тут выполнен то не выполнил от было а уничтожить всех террористов ограничение времени 10 минут ай да ну лесом не хочу мне там нет реально и стрельбы сейчас начнутся выпустить меня как ну правда не хочу возиться ну такое си что-то что-то как-то что-то как-то если бы у меня был постоянный зритель я бы спросил надо это или нет он бы мне ответил как алексей или максим но такого зрителя надо станет к сожалению нету так что так что так что весом пустите так ладно посмотрели ну ясно что это за рейтинг тут висит и все думают стрельбище понятно значит смотрите сейчас мы делаем следующее мы изготавливаем вот эту здоровенную елдинь во ракета мед и едем его испытывать поехали одной штуки хватит грузим на спину каких он размеров здоровая дура а есть сколько 11 3 на нормально так и забираем грузовик и собственно едем ближайший лагерь мулов который я много лет сохранил но больше сохранить не намерен хватит такой же взять такие разные почему я беру грузовик можно было потом того ну чё поехали испытаем штучку это если что зеркальный серебристый вот этот вот свет здесь крыши к сожалению такого цвета нет я ее и так и сяк пробовал кроме черного ни один больше особо не подходит со стальной смотрится как-то немножко инородно поэтому ладно пусть будет черная крыша извините гель успел полотенцем рот прикрыть будь здорово спасибо так секундочку нас эти всякие там наши перемещалки в порядке вроде ничего такого не писали ну что опять по поводу на совета давайте найдем что мне тут скажет кстати был совет по поводу дыма типа в дыму можно прятаться оказывается рейтинговые тренировки а вы создать другим курьем то есть пройти их результаты правила требования рейтинг тренировка изучается для разных событий в конце каждого события показавшим результаты получают медали особые баннеры не хочу ну чё эти бань ну получишь ты ничего прикольно расположено прикольно но неудобно ну то есть не слизь не получится по-нормальному хотя если у человека нет дороги здесь то да тогда смысл и нет тогда смысл имеет но это именно если дороги а если дорога есть она не была таким дебильным серпантином абсолютно бессмысленно но бесполезно счастье было бы гораздо больше не знаю насчет стрельбище наверное я одно видео посвящу этому все таки потом просто как-то уже настроился сегодня эти полевые испытания нифига себе полевые испытания вот это да вот это да вот это вывернулся так если я правильно понял это самонаводящаяся винтовка ой винтовка говорю покетница сейчас мы ее испытаем ребята сейчас вот кстати а стоп испытаем вот минус они сейчас все зараза в этих в домушках сидят дождь идет хотя возможно дождя сейчас не сейчас можно будет доехать до места где дождя нет здесь они ездят возможно даже и не всех там грохнул так сейчас 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 кто доходно сказать ну да при наличии как бы сейчас уже всех потому что кстати по моему палеонтолог тоже чуть выдает и только не помню что он общем там все выдают какие-то ресурсы поэтому так отнимая нет это не мое это это чик подожди а где нет мое дальше мой зарядник он стоит сейчас мы доедем вот допустим да вот этой точке до возвышенности испытаем нашу ракету хорошо ракетницу закончился так где там это кто нет это гранатомет а где ракета мед так как же это у нас работает чувак ну куда ты бежишь и луну не плакая он все равно выйдет из строя так что так а то есть не могу красиво, опа, а это живой полу сейчас вырубится уже так что это не удивительно да, полу страдает от авто, но в целом прикольно, да, то есть такая интересная штука готов так ну, так, это у нас что, это травматическое ну что ж, пошли разбираться с ребятами так, стоп, подождите, хотя нет, пойдемте единственный минус, конечно, да, что их потом надо всех собирать всех надо собирать как бы куда-то он поехал там и химикаты там куда-то поехали ой, я тут река ой гуляйте, ребята что при этом не ожидал, что тебя тоже будут убивать так вот так вот, все кончился кончилась ваша вольница, хватит я не уверен я не уверен, но по-моему все теперь их всех надо просто собрать так штурмовая винтовка на спину сейчас так давайте на спину подтвердить все сейчас раскидаем, это небольшая проблема сейчас, во-первых, надо их всех собрать все запаковать все утащить ну, да, такое достаточно муторное занятие ну, смотрите, значит, что с ракетницей с ракетницей все в целом замечательно так, а где тут где-то был труп так, где-то был труп так, пусть загорает надо их всех сначала запаковать, потому что потом они на карте будут лучше отображаться ну, и прокатимся до крематория хотя можно и до... да нет, крематория я не совсем понял момент с ракетницей ну, вот, если вы обратили внимание, да, что когда мы одну только ракету запулили в противника он в итоге выжил то есть как бы ракеты это не по на... ну, не такой в данном случае надо как бы ну, как минимум, то есть парочку попаданий надо сделать то есть выпускать сразу пять в одну цель смысла нет, но в целом получается, что актуально выпускать по ну, грубо говоря, за раз брать по две цели максимум все то есть именно две цели берется и, соответственно, в одну пролетает три о, тут мозг есть хе-хе что-то такой слегка разломанный дай бог с ним пусть разваливается нет нет, приятели я это чинить не буду ты уж извини но ты здесь не нужен а это че такое ой, да ну ладно, тут по колено, блин, уж прям так застреет демонстративно слегка так этого мы пакуем к сожалению я понятия не имею сколько лу у нас может быть в этой токсикации пока что он ни разу у меня, скажем так, совсем не ломался то есть такого вот чтобы он прям сломался и привет такого не было обычно я успеваю всех собрать всех увезти запаковать вот правда единственное что я не совсем опять же сознаю до конца сейчас смотрите вот здесь где это, блин вот, да, эво биолог вот тут был лагерь кстати, он на карте уже опять не отображается что я его уничтожил, хотите сказать? хе-хе-хе кстати, вообще странно он вообще здесь не отображается странно забавно жутенько ну ладно интересное кино но эти там отображаются хотя здесь тоже никого нет хм забавненько ну вот аааа как бы так вот аааа чтобы от эво биолога всех так сказать жмуриков утащить куда надо мне пришлось сделать несколько ходок с тележками я взял по две тележки а вот несколько ходок с этими самыми тележками сделать туда-сюда и соответственно этих жмуриков сплавить в смолу но в чем интерес в чем момент собственно говоря все эти жмурики речки речка которая там была речка которая текла вниз она втекала в эту самую смолу и у меня возник на самом деле вопрос а что если взять вот этот самый труп и просто положить его ну в речку буквально то есть как бы просто то есть река же формально она как бы течет в сторону смолы теоретически этот труп доплывет до этой самой смолы или нет или это так не работает вопрос хороший вопрос как бы не совсем праздный вопрос интересный работает сильный износ построить ну что ж поделось да сильный износ но пусть за ними ухаживают те кто их построил ну или пусть они разваливаются потихоньку скажем так те постройки которые мне нужны я спасаю все остальные нет вот это да еще что я так я говорю потому что там когда я их таскал ну в какой-то момент я слегка во-первых заколебался этим занятием вот но там была игра река которая мне немножко мешала и действительно возник вопрос то есть а можно ли так сделать можно ли буквально просто скинуть труп в речку и пусть своим ходом туда плывет или это будет проблем вообще конечно во мне просыпается эта игра смотритель кладбища там же тоже от ненужных трупов можно было избавляться не обязательно было их сжигать нужно было просто их топить так теперь он туда кстати еще один интересный момент если подумать запасной магазин для ракетомета работает или нет хам сам простой вариант не подходим к трупу ничего просто подъехали все-таки здесь реально не хватает какого-то как это сам гружу сам вожу буквально то что пути на машине располагалась какая-нибудь это лапа которая могла брать скажем так все и укладывать туда куда нужно мне кажется это было бы прикольно и в целом если вот так вот мыслить так сказать рейдами ну то есть таким таким вот наездами это можно брать с собой кучу запасных магазинов ну в смысле для перезарядки так стоп что такое вот и соответственно перезаряжать ракетомет я только не знаю он перезаряжается или нет потому что мне сказали что ракетомет вроде как он не перезаряжается в этом не перезаряжается во время отдыха в отличии от других орудий да сам приходится выходить так нет ладно не перезаряжается но это интересно сейчас проверим сейчас мы это все проверим как он там перезаряжается не перезаряжается сейчас потому что надо будет съездить все равно в этот в этот в этот в этот самый ну в тот ну вы знаете так секундочку где у нас тут еще кто все красным уже покрыто похоже люди доиграли и больше играть не хотят да опа одного пропустил смотри-ка вон лежит угу нехорошо так у нас раз два еще три и еще один упущенный а че вышел ахаза взял и вышел как думаете достанет ахаза сейчас посмотрим даже любопытно насколько близко к ним надо подъезжать нет не достает зараза это обидно ближе надо ближе ну давай давай садись два метра два долбаных метра ну что это такое в смысле ты че вон же он перед носом лежит да ты че игра шалела что ли ну вот же он рядом с машиной ойоо ботинки теористов нам точно не нужны они фигня полная мне скажем так интересно несколько моментов если я зачищу все лагеря этих бандитов будет какое-то достижение или нет или все это фигня потому что в целом как бы будем честны от всего этого добра надо избавляться несмотря ни на что и опять же если все-таки к мулам я испытываю какое-то ну какое-то 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 что-то я к ним в общем испытываю но если я соберусь изничтожать все лагеря мулов это же мне придется возвращаться на первую локацию там еще от двух лагерей избавляться ой те маленькие симпатичные лагеря в которых считаю нет никого да они беззащитны ну кстати без шуток там по-моему всего два лагеря если я ничего не путаю и они буквально после вот этих будут казаться просто лапочками лампочками милыми такими кусочками так но это имеет смысл это к сожалению не имеет смысл так нет карту можно посмотреть так опа а нет не исчезла посмотрите здесь вроде никого вот единственный тут где-то один остался а где а вон похоже как же это эти прозевал то вот к сожалению конечно одна из самых больших проблем этого бб на карту что он так реагирует на все эти разборки что как бы ну понятно что это нам намекает мол типа чувак не надо так делать это плохо я понимаю как ну с точки зрения игры но понятно что это игровая условность и все-таки могли бы сделать для таких агрессивных баранов как я могли бы сделать момент со сдачи этого лу на хранение ну то есть чтобы ты сам не отдыхал а просто самого лу сдаешь и уже такое ремонтировали я считаю это было бы правильнее так мне здесь ничего не надо здесь еще проехаться проверить кто-нибудь остался да уж действительно хам да вроде никого минус еще один лагер так где у нас подзарядка а вон там там где найдем где подзарядиться нет интересно а есть хотя бы одна партия ну и в игр до в которых ну вот эти дороги не восстановлены прямо от слова совсем любопытно на самом деле ну просто все полный заряд айда 3100 хотя бы сделаем 3200 просто мне кажется что по логике по-моему в каждой партии должен быть человек который вот так вот восстанавливать дороги не прям мне просто это нравится процесс просто нравится и все принципе как вариант нет не вариант на это сейчас подумал просто поехать сразу и угробить еще один лагерь но потом понял что мне все равно надо сначала отдохнуть и только после этого ехать потому что лут такого не выдержит ну я не так я не уверен что он не выдержит так и сейчас мы кое-что проверим по поводу ракетницы сейчас надо сделать пару запасных магазинов просто хочу проверить а лагеря этих наемных этих мулов я истреблю грубо говоря без веса а кстати слушать ка я понял в чем проблема истребление всех трупов в той локации так сейчас до меня дошло там же этот мусоросжигатель в такой жопе находится туда не притащишь так вот ракетомет да у нас кто не перезаряжен штурмовая винтовка то есть чисто теоретически нам сейчас нужно два запасных магазина правильно изготовить все посмотрим так изготовить это наверно в оружие или нет хз нет видимо все таки в снаряжении нет они здесь здесь что ли термоковрик кислородная маска ну не здесь же уж нет значит вооружие должно быть секундочку запасной магазин это же у меня же было подождите что не догоняю сумма бомба полицейский дробовик штурмовая винтовка пистолет нет здесь нет ха интересно из мулов попадают запасные магазины я думал их можно делать я думал я умею делать интересное кино так 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 забавно весьма ну ладно пока у меня на плечах это все лежит хотя нет стоп нарушаем а зачем я вышел? не знаю а сидя в машине я могу перетасовать все шмотки ну да он не может вот в этом то и проблема сейчас секундочку а если через таб сейчас это интересно интересная такая задачка со звездочкой ну ка груз ну ка нет все равно то есть это надо именно выйти это надо именно выйти выйти так тогда мы сейчас здесь изготовить шо-1 ракетомет бам подтвердить окей на спину на спину подтвердить а пустой переработаем ну да а что с ним еще делать вот так вот а вот зачем нужен спецплав для ракетомета слушайте я честно говоря думал вот эти запасные магазины которые я у этих мулов находил их можно создавать у меня оказывается нет как говорится вот это да вот это блин выясняется вот это неожиданность я то думал можно а оказывается нельзя то ли обвезду либо я пусть не заметил вот это да это я могу нет я могу не заметить прям легко не напрягаясь слушайте у меня по сути если так лагеря считать у меня а нет вру не так уж их и мало у нас сколько лагерей мулов и террористов этих здесь этот изничтожен тот изничтожен у нас три осталось да один если ехать сейчас по дороге будет справа от нас другой справа спереди и другой самый первый слева промежуточный вынесен вот телу передохнем передохнем не пасть сейчас все будет здесь мы всех я собственно говоря почему хочу эти лагеря развалить по очень простой причине потому что если их развалить то тут начинают ходить курьеры и таскать груз мне кажется просто на самом деле а че с ними еще делать по простому то есть как бы в реалиях данной игры получается следующая ситуация у нас есть у нас есть грубо говоря некие 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 люди которые по той или иной причине мол и значит это просто хомяки воришки которые так сказать не чураются бить морды тем кто им не отдает свои грузы есть террористические ребята хотя все могут тоже сейчас вооружены пулеметами так что в целом тут уже знаете не до сантиментов мягко говоря да нет на самом деле просто есть по удушке к статурам надо разобраться вот и все давайте безо всяких там интеллигентских соплей ну на самом деле а вот ну просто попросту попросту а что с ними еще делать ну то есть прошло сколько-то лет с ними ничего сделать никто ничего не может или не хочет или не желает или еще что-то я не знаю ну значит все значит все вопрос так сказать как говорится вы не можете решить вопрос так как вам хочется значит он будет решаться как-то иначе тут уж простите такая суровая реальность так куда запарковался 9 их 9 как забавный факт во внутреннем дворике просто вон немеряное количество этих кристаллов так слушайте я тогда предлагаю сейчас сделать следующем сейчас пойдем на стрельбище да все таки поучаствуем стрельба будет такое видео немножко от отход от этих так сюжетом надо так ты как у нас как ваше состояние сударь тебя бы улучшить 400 металлов надо ну ладно будешь ломаться я тебя починю невелика проблема увижу в принципе 400 металлов вообще ни о чем уже сейчас уже сейчас это просто ни о чем какие дела так сейчас тогда мы едем сейчас тогда мы едем в узел там и отдыхаем лу приходит в порядок после чего мы идем на стрельбище выполняем два рейтинговых задания да выполняем два рейтинговых задания не знаю зачем потому что потому что они рейтинговые шо поделать соляри ну здесь как обычно твари сколько их не истребляй они все равно тут есть да ничего не попишь хотя возможно если бы я устроил охоту непосредственно на твари здесь в этой части я бы их может всех и убрал потому что вы не забывайте что это здесь воюю с ними именно как с большими тварями они как с малыми кстати на самом деле вполне вероятно что если бы я здесь устроил против них нормальный ну именно охоту на них то есть вычистил их всех полностью они просто исчезли может быть может быть это опять же я говорю вот отсутствие постоянного зрителя именно на Death Stranding точно всего можно было бы написать там чувак или чувиха да что ты думаешь по этому поводу надо не надо хочется не хочется и можно было бы так сказать выполнить некоторые пожелания но чего нет того нет хотя в данном случае кого нет кстати как у нас тут мастер поживает наша построила да она еще всех нас как говорится пережуёт так смотрите вот этот лагерь у нас по моему подожди нет или нет вот этот зачищен у нас вот этот остается этот и вот этот я предлагаю один из них ну сегодня да посвятить себя короче говоря стрельбам шо ж поделаться ли влюбился в эти трасса я с ним не очень согласен с этими людьми потому что там где есть шоссе все-таки я считаю актуально пользоваться автомобилем трасса именно для горной местности и они не панацея все-таки дальнобойный грузовик это дальнобойный грузовик эта штука которая решает просто решать безо всяких блин тут уж извините извини подвинься хочу с мостом кстати уже по-моему мой мост где-то вот он до живее всех живых он по-моему третий ранговый или время короче он есть и с ним все в порядке так что пущая стоит сломается почему невелика проблема так сейчас перепута час перепор чтобы привести улух порядок ну и сэму открою отмытся машину починить все-таки мы на ней уже какое-то время катаемся она уже слегка заржавлено все штыки вот только вопрос какой лагерь я хочу того наверное все таки вон тот вот за узлом так секундку этот лагерь у нас прогрузить просто спасибо вот этот лагерь у нас так нет да все правильно тот лагерь у нас пустой совсем потому что давно никого нет смоляная яма смоляная яма я вот думаю как в первой локации избавляться от все это дерьмо сканирую 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 удостоверение провожу идентификацию обеззараживание рекомендован отдохнем отдых отдых рекомендован так рекомендован чё ж поделать вот тоже да казалось бы почему нельзя луну например отключить на время перестрелки ну серьезно просто отключить его и все чтобы не воспринимал происходящий тоже придумали такой костыль очень странный да 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 вот боезапас сэма ну блин да не надо было разбирать надо было посмотреть так это нам пока не надо это не надо лук там как его белок чё прислала когда и какая няша так лу выглядит довольным это хорошо так теперь так давайте по прочитаем это письмо за включим какую-нибудь музыку а то чё ж я тут чё ж я тут без музыки сижу действительно кого включу не знаю ну а на чём так почта его биолог выход смерти неизбежен как там сам знаешь я тут подумала и пришла к одному выводу может быть вымирание не нужно бояться может быть оно неизбежно смола берег существа со странной пуповиной все это было невообразимо много лет назад если есть сейчас вымирание уже случались но вопреки им то есть напротив благодаря им жизнь развивалась и становилась сильнее а гнись на прошлое нашего мира и ты увидишь бесконечное повторение одного и того же взрыва смерти жизни может быть люди как вид исчезнут навсегда но жизнь восторжествует извини сам знаю я не должен так говорить когда там рискуешь жизнью и здоровьем ради всех нас не волнусь я не сдаюсь как я могу я ведь боюсь смерти точно так же как все прочие все прекращаю размышления вслух и возвращаюсь к работе да-да-да-давай-давай ну-ка цыц хватит эти панические настроения с ума сошла что ли живем живем дальше стиснув зубы вопреки всему больше долбаночек не надо нет уж надо принять только попустить еще это все лишнее 4 анимации чит или 5 толком музыку не послушали да уж с проигрывателем здесь конечно не продумали от слова совсем не 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 это мы уже все видели да да видели мы этого танцующего миккельсон уже миллион раз так ну что во первых вернуть наш стандартный вариант а во вторых на следующем пакет скрою а спасибо это я по моему сюда у кого-то заказывал да блин зачем подожди спасибо сейчас уберем его это я уже говорил я заказывал чтобы разместить запрос на ресурсы чтобы достижение в steam получить ну чё пойдем выполним по рейтинговые плюшки раз уж они тут есть надо есть такое слово еще нафиг и пофиг пошли взорвать всех тварей будем взрывать всех тварей ну чё а А, так это такие гранаты, подожди-ка, так это, подождите, вы что хотите сказать, что это такие гранаты, которые тоже накапливают заряд Это второй уровень, да, я так понимаю? Прикольно Так, эта херня взять на крыше, да, судя по всему Ну-ка, покажись Сформируйся, скотина Я же знаю, что ты там, поганка Сейчас как-нибудь пора идем Ну и где ты? Где ты? Слушай, тебе нечего сгоняться Я не особенно стыжу, что тут что-то Да что ты ее кидаешь-то, блин, я же не отпускал Где? Да Что ж ты будешь делать-то, а? Ты сдохнет Ты где здесь? Я тебя не... Ты куда думаешь? Все, нет Ну это где? Раздражает Будь здоров, спасибо Кто? Где? Не вижу Ну норм, плюс-минус справились Я правда так и не пользуюсь этим накоплением гранат, честно говоря Отлично Как-то выполнено Сойдете? Экономия боеприпасов Ага, сейчас Еще чего не хватало И не подумаю даже Экономить боеприпасы В такой ситуации нет Вы что, с ума сошли? Так, и балазган Балазган Так Нет, стоп В смысле? Вот это, да? Это мы уже сделали Сойдет Е-мое Шми-ше Шми-ше, блин Я знаю, что из задроты, которые просчитали там уже все шаги, как говорится Все уже это продумали про Про этого или и так далее Так что Тише, тише Сядь ты, е-мое Коломана Скажите Шми-ше По ем况ам Шми-ше Стал Балазгали Шми-ше С помощью Сила Шми-ше Шми-ше Сęp Скажите Говори Эй, ну ты че? Эй, ну подновидись ты на него, елки-палки блин Да, просто раз я ногами не бил Он их так мило бьет Он их так мило бьет, так аккуратненько так... все что ли? Куда идти-то? Эй! А вон внизу-то Ну тем более я уже знаю что делать, потому что в прошлый раз я их не пинал и не знал что так можно Ну и давайте одну тренировку новую пройдем Кто у нас там остался? О! Баласган уничтожить всех террористов Ну давайте Заодно Только эти стрелять будут Да, я тебе попаснее Это да, это да Тихо Ух, сколько вас, ребята Не кажется, что вас многовато? А ты че пушку-то дурак не держишь, блин? Блин! Ух, бляга Пусь Бой-ля хаму 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 Ой КАПЛА О! 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 Йо в форме О! 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 Продолжение следует... Ты где там, скотина? Опасно Как ты Любопытно тут заныкался, а? Не, ну это какой-то... Это как-то слишком интересно Минус еще один Как-то очень любопытно выходит Че же за дебил-то такой, который с балазганом вышел Против этих милых ребят, да? Вышел такой Пинал Ах, смешно Ах, вы бедики Эх, вы мелкие засранцы Ты че, Сэм? Бляха-муха Заня на позицию Скотинка Блин, ну Сэм, ну ты че? Опа А это че такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это тебе? Нехороший человек Это тебе Это тебе Нехороший бяк Который пакет скроют Не надо Вот, дайте-ка мы его Опа Вот так Че? Че? Больно, да? Вот тебе Вот тебе Бяк И вот тебе Бяк Последние бяки Как? Блин, а ну Кто? Нехороший существ Ну че они? Они рели первая ночь О, тут пакет скроют Я чуть не помер, да? Ну, такое испытание, знаете, немножко глупое Ну, то есть, как бы, с одной стороны Все правильно, да? Надо отрабатывать все Но В целом Как сказать Все-таки Ну, кто же был из Ганна против такой толпы пойдет Ну, ну че уж Ну, вы чего уж Ну, че уж Тем более при наличии гранатомета Так, ну че Кто молодец? Я молодец Предлагаю Сейчас разобраться С лагерем мулов Еще с одним И на этом Наверное, сегодняшнее видео закончить А потом мы продолжим В следующем видео А вы че думали? Я че-то загорелся Это идея Разобраться со всеми Муловскими лагерями Лагерями Со всем Чтобы больше никогда не было Никогда 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 Просто Ну, то есть, смотрите Раз их можно изничтожить Все ж таки А их можно изничтожить Я предлагаю это сделать Просто сделать Так, сейчас мы едем К ближайшему лагерю Это тот, который Сзади Сейчас находится Так, а вот этот мост Имеет смысл Починить Кстати говоря Он тут нужен Он тут очень хороший И я им пользуюсь Так что давайте-ка Мы его быстренько Та вон Примонтируем Кошка, не ори Кристалка, что улетит Мое почтение Ладно, фиг с ним Просто неохота Возвращаться за металлами Понятно, что у меня там Сзади В этой На базе Целая куча металлов Но просто реально лень Этот мост Этот мост Я бы не парился Но этот мост Нужен То есть он здесь Очень-очень-очень У нас положен Он здесь мне нужен Все Это не обсуждается Поэтому естественно Мы его чиним Так, акционер Так, и вот этот зарядничек Тоже мы его постоянно Надо было с собой металлов Набрать, ей-богу А, так, слушайте Ну нет, давайте тогда сейчас Сейчас металлов наберем Починю Модифицируем Короче говоря Здорово, мужики Как дела? Сейчас будет плохо Это я вам гарантирую Где тут наш О, как Мне бы хоть кого-нибудь Отметить На самом деле Хотя бы Кого-нибудь Так Один есть И нужно еще один Э, а че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, как ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин Ты че не попишешь Уж прости, Лу А где у нас гранатомет Уж прости меня, Лу А, да Забыл Да Это вам не хухры-мухры Это тяжелая Это тяжелая, мать ее за ногу, артиллерия Вроде Попал Да Попал Ну, короче говоря Ракетница Она Немножко для меня Не совсем понятно В том смысле Что А4 То есть написано Что вроде как надо Выделять цели И после этого Ну, как бы Запускать Вроде как Она автоматически Должна на них Навестись Но Не очень работает Честно говоря Как-то Немножечко Как бы Это сказать Круто Нашел А дальше Че дел будет По-моему Не долетает В принципе О, нет Попал Так Ну-ка Смогу Не смогу Попал Попал Ну, сигналка Все еще орет Я хочу сказать Кто? Где? Сигналка Продолжает орать Это значит Где-то есть еще Кто-то Кто-то Но я его В убор не вижу Хм Хм Я, кстати, понял Почему на испытании Балазгана Против террористов У меня проблемы Еще возникли Я ж А, вон он Блин Я ж привык Что у меня эти Пластины-то Защищают Все тело Так сказать Единым этим Все Кончились Я ж привык Что вот эти Пластины Если вдруг Кто не помнит Ни секундочку Напомню Вон Модель обладает Еще меньшим весом Бла-бла-бла Она снабжена Электромогическим генератором Защищающим от тяжелых повреждений Не только прикрытый участок Ну и все тело Я уже привык К этим штукам Банально И соответственно Вот так Давайте пока расположим Привык к ним И привык Что они Ну просто защищают И все А у меня получается Не то сделал Сейчас Эскейп Блин А тут Мне дали обычные Пластины Бриджеса И они-то защищают Буквально Вот Что прикрыто Что прикрыто То и защищено И от этого уже Подотвык Ну да При наличии таких Игрушек Все происходит Гораздо быстрее Я думаю Надо сначала Проб... Попробуем Смойдем Смойдем Дотянулись Так сказать Ну сейчас Как обычно Металл бы конечно Найти тут Но по-моему Этот лагерь Он чисто на сплавах То есть Я не смогу Сейчас найти 400 металлов Чтобы улучшить Там подзарядника Подзарядник Все-таки Улучшить Хочется Не смотри Ни на что Да какие уж тут ноги Вот именно сейчас я кстати понял Почему в этой игре Нету Этого Какого-нибудь Какой-нибудь снайперской Вентовки Ну потому что Против этих Балбесов Чего они смогут сделать Да ничего Буквально ничего То есть Будь тут какая-нибудь снайперка Тут тогда бы Ну хотя В принципе Если бы тут Ввели какую-то Более расширенную систему Войны с этим Миккельсоном Или как там его зовут Да Главным этим нашим Так Спецплав Ну да Видите Вот Никаких металлов Вообще Только спецплавы Да Ну значит Возьмем Так Здесь у нас Ничего Ну я знаю Что те плохо Так что Нет Я все понимаю Но все равно Ни с пули Слушайте А может Это Вот здесь есть Ну мало ли Чудеса Что случается Серенный груз Нет Химикаты И спецсплава Жаль Все таки Опять же Мне кажется Что лагеря Не нужно было Делать такими Усконаправленными Ну то есть Надо было Чтобы в каждом Лагере Была Да Какая-то Прям определенная Направность Что например Тут максимум Спецплавов Но все таки Остальные тоже Немножко Керамики Немножко Еще чего Нибудь Как раз Вот для того Чтобы например Тебе вот Случайно Там потребовалось Какое-то Количество Небольшое Ну ты Подъехал Как-то Забрал Уехал Это удобно Причем Это же Можно было бы Сделать Например Опять же По принципу Ну Как сказать По принципу Вначале Не так А потом Чем больше Открываешь Как говорится Карты Тем больше У тебя В этом смысле Возможностей Так Тут Тут У нас Думывая Да Ладно Ай Той Понял Не подумал Сейчас Вот так При наличии Снайперки Эти лагеря Были Выхлестывались Просто На раз Два Вообще Без проблем Не так Будем Честно На раз Два Выхлестываются Но Ракетница Все равно Остается Ракетомет Он Такой Ремонтный Спрей Он мне Нужен Кстати Да Он мне Нужен Как ни странно Давайте Возьмем Все Все Ракеты Эти Остаются Чем-то Немножко Таким Хотя Возможно Нас готовят Столкновение С чем-то Очень Большим И страшным Тогда Конечно Да Так Лу Не психуй Мозг тут оставил Недостроенный Вот эти Кстати Тема С недостроенными Мостами Для меня Вообще Загадка Ну Как бы Учитывая Где мы Человек Не мог Его строить Не зная Сколько Мне уйдет Ресурс Ну Как бы Это Нет Соответственно Нафига Ты его Здесь Ставишь Чтобы Что Чтобы Кто-то За тебя Его Достроил Так Сделай Как это Сделай Запрос В конце Концов На Ресурсы И Все Если Уж Самому Не Кто-то Делается То Приезжаешь Так Бац Ну Как бы Специально Пилить Не Особенно Хочется Так Основной Основной Навал Он Вот Здесь Тут Я Прям Разошелся Да Побоище О Кстати Металл Один Это Была Поебра Самая Натуральная Самая И По-другому Ее Не Назовешь Мне Еще Три Свет Шевелись Шевелись Блин Че Так Глядывайся Первый раз Что Видишь Тоже Некогда Некогда Рефлексировать Притворил делов Будь любезен Отвечать Так И вот здесь На самом деле Возникает Легкая Проблема Очень Легкая Но все Таки Куда их Тащить Можно В принципе В смолу Чтобы Не ехать К этому К Не ехать Сжигателю С другой стороны В смолу Это как-то Не знаю Ну то есть Одно дело Когда это Случайно Произошло Другое дело Как-то Осознанно Устроил бойник Так Уже Надо Более Тщательно Подходить К К Этому Вопросу Грузовичок Почти Перегружен Неужели Дверхот Неужели Два Заезда Делать Придется Так Смотрим Так Ну я Вижу Еще Двоих Один Вдалеке Этого Я помню А этого Я как Пропущу Чуть Хитрился Наверное Все-таки Сгоняю К этому Сжигателю Фиг С ним Да Съезжу Туда Да Вон Да Съезжу Все-таки Сжигатель Вот Ну это Ну уже Без записи Чтоб вас Не утомлять Лишний раз Но в принципе На самом деле Здесь уже Все То есть Что я хотел Вам показать Показал То есть Ракетницу Мы Все Все Виды Ракет Мы Испытали Единственное Что Надо Будет Еще Сейчас Я посмотрю Вот Это Вот Торпедоносная Наша Установочка Она Вообще Как Перезаряжается Все-таки Во время Отдыха Или нет Потому что Я этот вопрос Так и не понял Вроде Как в подсказках Или где-то Там В описании Было Написано Что Она Не Перезаряжается Надо Все-таки Уточнить Стопа Где Что-то Так Ага Где-то Тут А Вон Ладно Тогда На этой Будем честны Немного Жутковатой Ноте Все-таки Да Раньше Я имбил Морду А теперь Вон Чего Ну Что-ж Поделать Сыля Как говорится Если вы не решаете Эту проблему Так как вам Хочется Или считается Правильным Значит мы решаем Ее так Как можем Такие дела В общем Сейчас я Что делаю Отвожу их всех На сжигание Чиню Этот Ауч Ай-яй А грузовик Под завязку Черт Есть Есть У меня Конечно Одна Идейка Довольно Смешная Нет На самом деле Смешная Заодно И проверим Попробую Робота Призвать Прибежит Он Или нет Он Правда Где-то Здесь Ладно В общем Посижу Я пока Здесь Подожду Прибежит Он Или Не Прибежит Если Прибежит Будет Забавно Если Нет Ну На Нет И Сюда Нет В общем На этой Жутковатой Все-таки Будем Честной Ноте Всем Огромное Спасибо За Просмотр Ссылка На Плейлисты Группы Вконтакте В Описании Под Видео Соц Лайки Дизелайки Подписки Без Отписок Комментарии Контент Извини За Свои Сопения Всех Тоже До Смотрел Обнимаю Парни Хлопают Пучу Чем-то Щучками Путы Всех Тоже Смотрел Обнимаю Парни Хлопают Пучу Чудешь Чем-ку Щучку Увидимся Вслед Блин Ты что Ты Встаешь Ты Все Сейчас Подождите Сесть Отдохнуть Нажал Сэм Спать Вот Парни Хлопают Пучу Девушка Чмок Щучку Увидимся Следующей Серии Death Stranding Директор Скат Все еще Несмотря ни на что Фарава Уф Да уж Как-то так